Мы обратимся к книге Евангелия от Луки, 8 глава перед нами, и мы прочтем первые три стиха. Невозможно на них не остановиться, потому что они говорят о том, какую важную роль играют женщины, сестры в служении Господу Иисусу Христу. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Марии, называемые Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Братья и сестры, вы знаете, что служение благовестия поглощало все время Иисуса Христа. Он посещал не только большие города, но и маленькие селения. И в этом, конечно, видна удивительная любовь Христа. Ведь Христос мог основать где-то резиденцию, скажем, в Капернауме, в Ифсаиде, и ждать, когда люди придут к Нему. И как вы думаете, приходили ли бы люди к резиденции Иисуса Христа? Конечно, приходили. Но если к Иоанну Крестителю в пустыню шли толпы людей, ну уж, если бы Христос основал резиденцию в каком-то из этих городов, несомненно, около ее ограды толпились бы люди. Но вы знаете, Христос не ждал, когда к Нему придут. Он шел сам к людям. И в этом проявился его характер, как доброго пастыря. Ведь пастырь идет искать заблудшую овцу. Христос сказал, я послан к погибшим овцам дома Израилева. Ведь у кого-то были дела, и он хотел бы услышать Христа, но не мог бы оторваться от своих дел. А может быть, кто-то находился в оковах греха и считал, что он не имеет морального права прийти к Господу Иисусу Христу. А кто-то считал себя самодостаточным. И что это я буду слушать этого галилейского бродячего проповедника? Христос знал, что в этих городах есть много людей, у которых нет возможности прийти к Нему, и Он сам шел к ним. Дорогие друзья, и у Христа было, что предложить людям. Вот посмотрите, в первом стихе сказано, после сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие и с Ним двенадцать. Мы видим, что Христос проповедовал. Слово проповедовать передается так, как громко возвещать какую-то весть. Этим занимались раньше глашатые, посланцы императора. Они выходили на городскую площадь и громко взывали к людям, послушайте, послушайте, послушайте указ императора. И потом они читали этот указ, то есть благовествовали, рассказывали, в чем содержание этого указа. Вы знаете, так вот как и Христос поступал украинский проповедник брат Рябошапка. Он приходил на ярмарку, забирался на сток сена и начинал кричать, нашел, нашел, нашел. И когда приличная толпа соберется вокруг этой телеги и у всех интерес, что же ты нашел? Он тогда отвечал, спасение нашел. И объяснял, в чем суть спасения. Вы знаете, у Христа было важное служение. Благовествовать Царствие Божие. В Царствие Божие на эту тему будет проходить съезд в Брянске. Царствие Божие – это Божье правление в сердцах людей, в их семьях, в обществе. Все начинается снутри. И Господь нес эту вещь, что Бог хочет стать владыкой жизни каждого человека. Это служение Христа было бы осложнено, если бы только к Нему не были привлечены женщины. И мы именно это, вот нечто новое находим в Евангелии от Луки. Вообще-то, Евангелие от Луки считается Евангелем для женщин. Потому что Лука очень много показывает чудесных примеров женщин, которые верили Иисусу Христу. Ну, помните, уже в первой главе Елизавета. Потом Мария. Потом мы встречались с вами с тещей Петра. Мы встречались в седьмой главе с женщиной, которая пришла ко Христу и у ног его плакала. Плакала, помните, ей было прощено много грехов. Лука, как никто другой, очень много говорит о женщинах. И вот женщинам дано важное место в служении Иисуса Христа. Вы знаете, вот Христос и Его ученики были подобны такой регулярной армии, которая ведет такие изнурительные бои за завоевание душ для Царства Божьего. Но вы знаете, любая армия, как бы хорошо не были обучены воины, потерпит поражение, если не будет крепких тылов. Если не будет хорошего снабжения, подвоза продуктов, снарядов и так далее. И вот этим тылом, надежным тылом для Христа и Его учеников были сестры, были женщины. Мы прочитали с вами, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Марии, называемой Магдалиной, из которых вышло семь бесов, Иоанна, жена Хуза, домоправителя Ирода. Вы видите, это женщина, у которой муж занимал серьезное положение во дворце Ирода, Сусанна и многие другие. Я так понимаю, что вот эти женщины, они были организаторами женского служения Христу. Им было чем служить Господу. Я думаю, эти женщины, как здесь в Писании говорит, служили имением. Это значит, они давали средства на то, чтобы Христос мог совершать свое служение. Чтобы они могли покупать продукты, чтобы могли они оказывать помощь нищим. Я думаю, что эти женщины обращали внимание на одежду апостолов. И, наверное, может быть, Марии, может быть, Янна, может быть, Сусанна говорили, сестры, вы видите, что уже целую неделю не стирана одежда учеников Христа. Давайте поможем им. Принесем чистый, это возьмем и постираем. Они служили имением в том смысле, что приглашали учеников в свои домы, чтобы там ученики вместе с Господом могли просто отдохнуть. Потому что эта работа с людьми забирала силы Христа. Им иногда нужно просто очень хорошо побыть одним. И вот такими, кто предоставлял свой дом для Христа, были Мария и Марфа. А у них еще был брат Лазарь. Вы помните селение, в котором любил Христос отдыхать? Вифания, точно. Вот так служили женщины Господу Иисусу Христу. И это было необычно для того времени. Великий проповедник, который имеет в своем штате еще вот женщин-служительниц, это было что-то вызывающее для того времени. Вы знаете, древний мир никогда не отличался великодушным отношением к женщине. Вот иудеи, у которых был Божий закон. И то для них женщина, для мужчин была вещью, которой они распоряжались по своему усмотрению. Муж имел полное право на женщину. Они говорили, Бог не сотворил женщину из головы, чтобы она не возгордилась. Он не сотворил ее из глаз, чтобы она не стала похотливой. Он не сотворил ее из уха, чтобы не стала любопытной. Он не сотворил ее из уст, чтобы не стала говорливой. Он не сотворил ее из сердца, чтобы не стала ревнивой. Не из руки, чтобы не стала алчной. Не из ноги, чтобы она не стала бродячей сплетницей. Он сотворил ее из ребра, которое всегда было скрыто, поэтому главным качеством женщины должна быть скромность. Ортодоксальным равенам запрещалось в публичном месте приветствовать женщину. Он даже не мог в общественном месте поговорить со своей женой, дочерью и сестрой. Если только он это делал, его репутация мгновенно испарялась. Были даже фарисеи, которых называли контуженные фарисеи. Слышали? Нет такого, да? Контуженные или обливающиеся кровью фарисеи. Для них было возмутительным даже посмотреть на женщину. Когда они замечали женщину, они закрывали глаза и шли по улице, и натыкались на здание, разбивали себе лбы, носы, чтобы только не видеть женщину. А в римском мире положение женщин было еще хуже. Вот римский сенатор Катон Старший писал другу, если ты улечишь свою жену в неверности, ты можешь безнаказанно убить ее без суда. А если она улечит тебя, она не посмеет тронуть тебя пальцем, ибо у нее нет на это никакого права. И вот Христос, несмотря на это ужасное общественное мнение, что в Риме, что в Иудее, несмотря на ужасное мнение о женщинах, он их набирает в свою армию и говорит, служите Господу. Вы знаете, мир сегодня, в общем-то, резко отличился в своем отношении к женщине. Я посмотрел, что вот самые умные люди говорят на эту тему, и увидел, что очень много сарказма, много злой иронии. Этот мир мужчин сказал о женщинах. Например, женщина-провокатор до брака, после брака жандарм. Что женщина наиболее всего любит, так это то, чтобы ее хвалили за таланты, которых у нее нет. А вот известный драматург Бернард Шоу сказал так, женщины нехороши и неплохи, они гораздо хуже. И вот отношение Христа к женщинам в корне отличалось от иудейского и языческого. И не потому, что он не знал ничего об их слабостях. Сын Божий знал намного больше о женщинах, об их проблемах, о их немощах, чем все мудрецы мира вместе взятые. Но, обратите внимание, он никогда не позволил себе их унизить. Вы знаете, что Христос сказал немало очень хлестких, суровых слов в отношении мужчин, фарисеев. Он их называл безумными, слепыми, лицемерными, змеями. Да, Христос так и сказал порождение ехиднины, змей. Но никогда, ни в одном случае, Христос не употребил вот какого-то резкого слова по отношению к женщине. Никогда. И, кстати, если уж говорить о том, чья вина больше, Евина или Адамова, то можем сказать уже, глядя вот в историческую перспективу, если Ева просто съела, как говорят в народе, яблоко, то мужчины распяли Сына Божий. Видно, чья вина больше. И вот прочитанный нами текст говорит, что Христос любил помогать женщинам. Он ценил их. Он дал им свободу от нечистых духов, от болезней. Ужасное положение было Марии. Семь хозяев господствовали над ней, семь бесов. И Господь освободил полностью эту женщину, других женщин от этих ужасных господ. И знаете, самые лучшие труженики для Христа – это вчерашние пленники сатаны. И главным мотивом женского служения в церкви является вот этот отклик на любовь Господа Иисуса Христа. И для нас очень важно, особенно для сестер, осознать, вот как Христос относится к вам, к сестрам, к женщинам. И когда вы это поймете, тогда вы еще больше сделаете для вашего Господа. Я выписал немало таких текстов, которые повествуют об отношении Господа к женщинам. Я их перечислю. Но прежде всего, Христос сотворил женщину. Помните, у Иоанна сказано, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Это значит, что Христос творец всего, и Христос сотворил женщину. Христос родился от женщины. Галатом 4,4. И когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, родился от жены, подчинился закону. Христос воспитывался женщиной. И Он пошел с ними, пришел в Назарет и был в повиновении у них. Лука 2,5,1. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце свое. Бог оказал великую честь женщине, что Он родился и был воспитан женщиной. Христос любил женщин божественной любовью. Евангелие Атеанн 11,5. Иисус любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Вы видите, здесь представитель мужской половины, Лазарь, здесь и женщины. И Христос в равной мере любил тех и других. Он любил бескорыстной, жертвенной, освящающей любовью. И вот эта любовь и давала людям иметь дерзновение ко Христу. Вы знаете, всякий мог запросто прийти к Господу Иисусу Христу. И вот та грешница, о которой мы как-то говорили с вами, почему она не побоялась прийти в этот дом фарисея и у ног Христа плакать о своих грехах, о своей жарде жить свято. Да потому что любовь Христа, святая, чистая любовь, она давала ей дерзновение прийти к Нему. Христос запретил похотливый взгляд на женщин. Я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Вы видите, Христос запретил даже визуальное удовлетворение вожделений. Если бы он был сегодня, он бы сказал мужчинам, не покупайте журналы, в которых показаны женщины. Не смотрите на это, это грех. Я не хочу, чтобы женщина была объектом нечистых помышлений. Христос встал на защиту женщины. Писание ясно учит тело не для блуда, а для Господа. Христос запретил развод с женами. Я говорю вам, кто разведется женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает повод прелюбодействовать. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Сколько семей сохранили эти слова Иисуса Христа. Христос благословлял детей, рожденных женщинами. Вы помните эти тексты? Ученики не понимали вот этой потребности материнской, чтобы дети получили Христово благословение. Христос понимал сердце матери, и Он благословлял ее детей. Христос евангелизировал женщин. Помните, у колодца в Самарии Христос беседовал с грешницей и говорил ей, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Посмотрите, какие чудесные обещания этой грешницы сказал Иисус. Ты имел бы живую воду. Христос отвечал на молитвы женщин. Помните, эта язычница, серфиниянка, просила Христа, помилуй дочь мою. Она кричала за ним издали. И что же? Христос сказал ей, пойди, бес вышел из твоей дочери. Он отвечает на молитву женщин. Христос прощал грехи женщин. Евангелие от Луки 7, 48, мы уже читали когда-то, сказал ей, прощаются тебе грехи твои. Христос утешал женщин. Когда он увидел вдову, которая своего сына хоронит, он жалился над ней и сказал ей, не плачь. И потом воскресил сына и отдал матери. Какое утешение Христос принес женщине. Христос хвалил веру женщин. Иисус сказал ей в ответ, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Исцелилась дочь ее в тот час. Христос наставлял женщин. Помните, когда он шел с крестом по Иерусалимским улицам, женщины о нем плакали, то он им сказал, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Даже вот в этих тяжелых для себя страданиях, принесении креста, Господь наш утешал женщин. Он защищал их от нападок. Помните, Марию смущали ученики Христа. Зачем ты вот это драгоценное миро, которое можно было продать за 300 динариев, все вылила на Иисуса Христа? И что Господь вступился за Марию и сказал, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня. Христос ставил женщин в добрый пример. Вот об этой же Марии сказано, что во всем мире, где не будет проповедной Евангелия, будет сказано в память ее о том, что она сделала. А помните, Господь учеников подзывает однажды и говорит, посмотрите вот на эту бедную вдову. Вы знаете, что она больше всех положила? Вот пример. Христос спасал женщин от неминуемой смерти. Когда одну привели, чтобы побить камнями за ее грех, Христос ее чудесным образом освободил и сказал, иди и впредь не греши. Христос разрешал конфликты между женщинами. Между Марфой и Марией возник конфликт. И видите, как чудно Господь разрешил этот конфликт. Господь очень много говорил притчей, и некоторые притчи он связал с образами женщин. Вот закваска, которую женщина, взяв, положила туда три меры муки. Или притча о десяти драхмах. Там тоже фигурирует женщина. Важно отметить, что Христос умер за женщин. Сказано, Христос за всех умер. Второй корейфеном 5.15. Он был похоронен с участием женщин. Он по воскресенье своем первым явился женщинам. Видите, каково отношение Господа Иисуса Христа к женщинам? К вам, дорогие сестры. Как же не ответить любовью на эту любовь Господа Иисуса Христа? Если только вы вспомните, сколько вам добра оказал Господь в вашей жизни, насколько молитв дал ответ, сколько дал утешение, какую дал вам надежду, прощение грехов и так далее, вы просто будете благодарить Его. И будете озадачены вопросом, Господь Иисус, если Ты так много сделал для меня, мир презирает женщин, но Ты так любишь женщин, чем я могу Тебе послужить? Вот эти женщины, о которых мы прочитали, они нашли ответ. Они служили Господу своим имением. Я уже отметил, что они давали продукты питания, предоставляли возможность ученикам и Господу отдохнуть, стирали запыленную одежду, жертвовали на содержание нищих. У одной женщины муж занимал высокое положение, так ей, наверное, приходилось жертвовать так, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Потому что во дворце Ирода Христа недолюбливали. И вот этот закулисный труд женщин, он был очень драгоценен в очах Господа. Почему это закулисный труд, братья и сестры? Потому что женщины не были на виду, как апостолы. Они не сказали друг другу, слушай, а давай мы апостольшимся, заделаемся и тоже будем проповедовать. Нет, они вот такую нишу в служении заняли, которую мужчины не могут занять. Или которая потребует от мужчин отвлечения их внимания. Эти женщины сказали, Бог призвал этих мужчин проповедовать Евангелие. Пусть Он даст им силы, а мы будем им помогать. И я думаю, братья и сестры, великое дело совершаете. Вы, сестры, когда предоставляете ваш дом для проведения малых групп, когда жертвуете на дело Божие от вашей зарплаты или пенсии, когда вы относите больным угощение, которое вы либо приобрели, либо, может быть, взяли своих приусадебных участков, делаете эти дела милосердия. Это важное служение, которое обязательно будет отмечено. Но есть еще в Священном Писании другие способы, которыми женщина-христианка может послужить Христу. Я их тоже перечислю. Женщина может служить Христу своим свидетельством. Вот эта самарянка, с которой Христос беседовал и которой Он обещал дать живой воды, мы читаем о ней, 4 глава, 28-29. «Тогда женщина оставила водоносство и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Видите, женщина-народ очень общительный. Женщинам очень трудно удерживать и свои, и чужие тайны. И вот здесь, когда самарянка узнала, что с ней разговаривал сам Мессия, она это не могла удержать в себе. Всему городу рассказала, и город уверовал по свидетельству этой женщины, и Христос пробыл у них еще два дня. Какое большое дело сделала эта женщина, дорогие друзья? Конечно, наше свидетельство должно быть очень учтивым, правильным свидетельством, не шумным. Вот о том мне рассказали, как одна сестра свидетельствовала одной православной женщине. Ну, мне показалось, что очень грубо. Вот, когда она решила там одному человеку подарить Евангелие, то православная запротестовала, не надо, не берите, это сектантское Евангелие. Вот, и наша сестра сказала, да ты одержимая. А православная говорит, а у нас вот для этих Евангелий специальный ящик в церкви. И вот, кому дадут ваши люди Евангелие, мы в этот ящик бросаем, а потом сжигают их. И наша сестра спрашивает, ну и что, хорошо горят? Ой, хорошо горят Евангелия, и вот ты будешь хорошо гореть в вечном огне. Ну, не годится. Не годится такое свидетельство. Люди должны чувствовать доброту в свидетельстве, не угрозы. Любовь. Вот как Христос относился к женщинам, так женщины должны относиться к другим. Женщины могут послужить Христу молитвой. Уже в начале Евангелия от Луки мы встречаемся с Анной, пророчицей, которая служила Богу постом и молитвой. Говоря по-человечески, Бог ее сильно обидел. Он рано забрал мужа, всего семь лет она с ним прожила. Он не дал им заиметь детей, которые могли ее утешать, которых бы она взрастила, и потом могла бы также утешаться своими внуками. Бог не дал ей более-менее состоятельного существования. Она была бедной женщиной. И вот несмотря на то, что Бог ее как бы обидел в кавычках, эта женщина не считала, что Бог немилосердный, что Бог суровый. Девизом ее жизни было бы, было бы очень хорошо, если бы девизом нашей жизни было бы. Следующее. Бог всегда благ. Бог всегда благ. Даже когда плохая погода на острове и льет дождь, Бог продолжает оставаться благим. Вот в это она верила. И поэтому она могла и служить Богу постом и молитвой день и ночь. В деяниях упоминается участие женщин в молитвных собраниях, учеников Христа. Они единодушно пребывали в молитве, молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и братьями Его. Дорогие сестры, ревнуйте, пожалуйста, о молитве. Ревнуйте о молитвенных пятничных собраниях. Ревнуйте о уединенной молитве. Бог особенно внимателен к вам. Он знает, что вы, ну, наверное, острее, чем мужчины, переживаете какие-то невзгоды и неприятности. Поэтому молитвы ваши горячее. Поэтому, да, и если братьев наших нужно раскачивать, братьев, ну, помолитесь в собрании, пожалуйста, то сестер подталкивать не нужно. Может быть, иногда даже это... Ну, простите, чтобы не сразу все вместе молились. Бог вам дал это качество близко все принимать к сердцу. Ваша молитва может быть огненной молитвой. Есть такое историческое свидетельство о Дуайте Муди. Он был, в общем-то, таким энергичным проповедником. И однажды две женщины слушали его проповедь. И после собрания они подошли к нему и сказали, Муди, мы хотим за вас молиться, чтобы Господь вас исполнил Святого Духа. Муди сказал, а не лучше ли вам помолиться за грешников, которые вокруг? Но потом он согласился, что именно это ему не достает силы свыше. И он молился, и они молились. И настал день, когда вот этот проповедник очень энергично был исполнен необыкновенной силой Духа Святого. И Муди говорил, что разница заключалась в том, что раньше он все время качал и носил воду, в воду жизни, то теперь меня несет река. Видите, эти две женщины вымолили у Бога, чтобы этот проповедник был исполнен Святого Духа. И потом через него сотни тысяч людей во многих частях мира пришли к Богу. Дорогие сестры, если бы вы молились за нас, чтобы мы были исполнены Святого Духа, я думаю, как, как, как было бы это чудесно. Помните, сказано, истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Ей некогда смотреть телесериалы, она пребывает в молитвах день и ночь. Женщины могут служить Христу супружеством. 1 Петра 3.1 Также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без Слова приобретаемы были. Сестры, у которых неверующие, да и верующие мужья, это ваше служение Христу. Когда вы повинуетесь супругам, вы поможете им приблизиться к Господу. Вы поможете им полюбить Господа, вы поднимете у них настроение. В книге Сирах сказано, опущенные руки, слабая походка, печальные глаза, все это удел мужа, которого не счастливит его жена. Она не повинуется ему, она всегда, всегда перечит. Сестры, когда вы проявляете вот эту святую покорность, вы помогаете мужьям увидеть свет Христа, и вы обретаете большое благословение, потому что вы не человеку служите, а вы служите Христу. Это же его заповедь. Женщины служат Христу в супружестве, когда воспитывают детей. Кто-то сказал, миром управляет рука, качающая колыбель. Когда вы взрастите детей, которые будут служить Господу, будут проповедниками, будут миссионерами, будут какими-то служителями, поверьте, это будет ваша награда. Одна женщина делилась проповеднику, что она так мало делает для Господа, ей прям стыдно предстать перед ним. И проповедник сказал, сколько у вас детей? Да вот-вот столько-то. А чем они занимаются? Ну, один семинарий учится, другой пастор, третий вот врач. И проповедник сказал, дорогая сестра, вы сделали больше, чем кто-нибудь на свете, потому что ваш труд воплощен в жизни ваших детей. Женщины могут послужить Господу и безбрачием. Безбрачие не позор, а награда от Господа. Не замужне заботиться о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой телом и духом, а замужне заботиться о мирском, как угодить мужу. Посмотрите на Галину Гуру, мы ее хорошо знаем. Безбрачие, но сделало столько много для Господа. Женщины могут послужить Господу добрыми делами. Мы читаем, вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам. И дальше перечень некоторых добрых дел. Если она воспитала детей, это доброе дело. Если она принимала странников, это доброе дело. Умывала ноги святым, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. Не нужно было женщину подгонять. Женщины могут служить Господу своим внешним видом. Вы знаете, христианки должны прославлять Бога не только душой, но и одеждой. Кто-то сказал, недостаточно быть целомудренной, нужно еще так выглядеть. Я посмотрел одну книжку, ее написала американка. И вот какой факт она привела. Значит, одна делегация американских женщин отправилась в святую землю, ну и посещала там разные святыни, и в том числе мусульманские святилища. Вот что она писала. Некоторых из наших женщин не пустили в мусульманские святилища. Что именно не устраивало мусульман во внешнем виде наших женщин? Облегающие одежда, открытые спины, животы, тонкие бретельки, короткие юбки. Их обвинения были нескончаемы, и каждое из них было абсолютно справедливым. Это пишет женщина о женщинах. Эти язычники предъявляли более высокие требования ко внешнему виду женщины, чем мы, женщины, призванные быть благочестивыми по духу. Не так прискорбно, что мы нарушили мусульманские обычаи, как то, что мы приступили к заповеди Божьей о том, что должны вести себя женщины, призванные к благочестию, свято. И вот какая же одежда христианки прославляет Бога. Мы можем узнать в послании к Тимофею следующие слова, следующие такие признаки. Павел не расписывает фасон женской одежды, но вот что он говорит, чтобы так же и жены в приличном одеянии. Приличное одеяние, это значит в порядке одеяние, не грязное, без прорех каких-то, да, чистенькое, хорошее. Второе. Со стыдливостью. Это означает, что одежда должна быть скромной, не по последней моде, не кричащая, обращающая на себя внимание, не соблазнительная. Не допускайте, чтобы глядя на вас мужчины облизывались. Третий параметр одежды, это разумность, целомудрие. Целомудрие относится к нашему разуму. Значит, что эта одежда должна быть со вкусом. Женщины должны понимать, какие цвета подходят друг к другу. Идет ли к фигуре это платье или нет. Так что, дорогие сестры, вы должны быть свидетелями перед этим миром. Как хорошо, не в смысле дорого, но как прилично одеваются христианки. Когда вас спросят, а почему вот вы не одеты по последней моде, вы скажете, я этим хочу служить Богу. Вы знаете, эта проблема была всегда, Иоанн Златоуст даже ее касался, это четвертый век. Вот что интересно, он писал на тему украшений женских, потому что тогда некоторые состоятельные женщины украшали себя так дорого, что в их головах были целые состояния. Теперь такого нет. Но вот он пишет о принципе, что ты приходишь к Богу в молитве с искусно заплетенными волосами и золотыми украшениями. Разве ты пришла на бал? То есть, женщина пришла в церковь, и он ей говорит, разве ты пришла на бал, на свадебный пир, на карнавал? Там все эти драгоценности были бы уместны. Здесь они ни к чему. Ты ведь пришла молиться, просить прощения за свои грехи, умоляя Господа и каяться в своих преступлениях, долой же такой лицемерие. Женщины могут послужить Господу наставничеством. В послании Титу Павел говорит, чтобы старицы одевались прилично святым, не были клеветницами, не пробощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Дорогие сестры, обратите внимание, это очень важная часть вашего служения, наставлять молодых. Но, для того, чтобы наставлять молодых, нужно иметь право на это. Вы себя проверьте. Сначала вы как себя наставляете? Павел отмечает, что старицы должны прилично одеваться, быть воздержанными в языке, не клеветницы, не быть порабощенным каким-то страстям, не впадать в какую-то зависимость, как от пьянства. И вот, когда ваша жизнь безупречна, чистая, тогда вы имеете моральное право подойти к молодым и наставлять их. В чем? Наставьте молодых, как они должны любить своих мужей, как они должны любить своих детей, как они должны любить вести домашнее хозяйство, любить доброту, любить покорность. И вот, это наставление, наставление из вашего опыта, когда вы скажете, вот, знаешь, что, мне вот не было очень приятно повиноваться моему мужу, но такой он у меня был строптивый человек. Я молилась Богу о мудрости, вот мне Бог вот так и так помог. Знаешь, если ты так попробуешь, и тебе Бог поможет. Вот, когда вы свой опыт передадите более молодым женщинам, вы знаете, какое благословение вы пожнете. Слава Богу, сейчас все сестры знают Писание, верующие сестры, но, чего не достает, как я вижу, иногда не достает вот этого, ну, опыта, вот как это Писание можно применить в жизни, вот в этой ситуации. Так что, дорогие сестры, у вас много возможностей служить вашему Господу. Он такую любовь вам проявил. И, пожалуйста, будьте нашим крепким тылом. С вашей помощью, с Божьей помощью, армия Христа одолеет любые сатанинские твердыни. Да благословит вас Бог быть действительно мудрыми, верными, прекрасными служительницами Господа нашего Иисуса Христа. Велика ваша награда на небесах. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы сердечно благодарим Тебя за Твое удивительное отношение к женщинам. Действительно, этот мир не может относиться правильно к женщинам. Он эксплуатирует их, он выбрасывает их на помойку. Но слава Тебе, что Ты преображаешь жизнь женщины, Господь. Слава Тебе, что Ты даешь ей великое служение, служение, которое Тебя прославит. И помоги, чтобы каждая сестра могла осознать себя Твоей собственностью, чтобы она поняла, что и она может что-то сделать для Твоего царствия. Господь, помоги, чтобы все помыслы были направлены именно на это помочь рабам Твоим расширять царствие Твое. Благослови наших сестер, которые несут множество служений и посещения больных, и воспитания детей и внуков. Благослови Господи их и на работе. Благослови их и в малых группах. Всем, чем они занимаются для славы Твоей, Господь, Ты благослови. И дай, чтобы каждая сестра получила полную награду. И мы молимся о тех сестрах, которые живут с неверующими мужьями. Ты знаешь, сколько они претерпевают неправедного отношения. Они редко слышат доброго слова. Господь, мы просим Тебя, будь поддержкой и утешением для этих сестер. Помоги, чтобы они в Тебе нашли то, что не дают им их близкие и родные. Благослови их, Господи, не быть психологически зависимы от их неверующих мужей, но дай им быть зависимы от Тебя и получать радость, утешение от Тебя. Вот как та женщина-самарянка, которой Ты дал реке воды живой. Господи, пусть каждая сестра будет наполнена этими реками воды живой для славы Твоего имени. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok